МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю вас! Всем доброго здоровья и хорошего настроения! У нас в эфире очередная программа про спорт. И сегодня в гостях удивительный человек, мастер спорта международного класса. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Заслуженный тренер Украины. Профессор Виктор Александрович Шуба. Добрый день, Виктор Александрович. У меня вопрос первый. Вы помните тот роковой черный день, когда грянула война? Да, эта ситуация была для меня такая шоковая, по большому счету. Начало войны. Раньше была война, да, она как будто мало касалась нас. Там 300 километров, 200 километров от Днепропетровска. Город жил нормальной жизнью. Но это пришло, знаете, состояние, когда позвонила дочь и говорит, «Это началось». Вы знаете, прошел первый шок. Стресс ушел. И начали включаться мозги. Что делать? Позвонила дочь самая младшая, говорит, «Надо отвезти медикаменты в больницу». Сел на машину, поехали. Надо отвезти продукты. Сел на машину, поехали. То есть волонтерская деятельность такая жесткая была. Потом обувь, потом одежда. Все это в экстремальной ситуации, будем так говорить. Меня поразил один нюанс. Привезли мы одежду в военный госпиталь. Я машин не видел никогда вот в этом районе, столько машин. И люди приехали, привезли то, что не могли привезти. Военный госпиталь, там центр распределения, волонтерский центр распределения, обл. администрации. Все это было в таком жестком режиме, что я удивился. Наши люди всегда были так. Кого-то обсудить, что-то с кем-то там переговорить. Здесь выделили практически монолитную нацию, когда женщины, мужчины, юноши, девочки принесли то, что не могут принести. Вот такая была ситуация на тот день. Сегодня волонтерская деятельность, она более масштабная у нас, у меня в частности. Я работаю в университете Альфа и Донобеля. У нас организован центр, переселенческий центр. Ежедневно, практически, может, через день привозят семьи. Сначала были с Харькова семьи, потом приехали из Славянска, Луганской области и так далее. Очень много переселенцев. У нас этот центр организован. Ректор дал добро и в центр существует. Но хотелось бы привести один пример. Центр организован. Но материальное обеспечение было слабо. Я думаю, что для нашего народа показательно, что преподаватели нашего университета за три часа собрали 100 тысяч гривен для того, чтобы помогать тем людям, которые приезжают. Это очень существенный такой, знаете, показательный момент. Еще повторяюсь, показательный момент. Наши люди могут организоваться. Они всегда... Было такое выражение «Моя хата с краю, ничего не знаю». Действительно, это было такое. В этом случае приобрело первоначальное значение это выражение. Хата выдвинулась наперед. Да, это был тот момент, когда люди поняли, что надо делать. И очень интенсивно, быстро все это делать. На сегодняшний день я могу сказать, что по волонтерской деятельности несколько родственников моих жены уехали. Кто уехал за границу, кто в Западную Украину. И мы получили с женой разрешение на поселение переселенцев. Сегодня у нас живет шесть семей. Пять семей из Харькова. Первоначально не заехали и пока не уезжают. Ну, ради бога. Они живут бесплатно. И одна семья со Славянска. Когда на следующий день всем в 19.40 сообщили, что русские обстреляли Славянске, то место, где эти люди были, а у этих молодых людей, им где-то около 40 лет, маленькая дочка, месяц ровно, 7 апреля и было месяц. И четырехлетняя девочка. То есть глава семьи сидел передо мной и плакал. То есть в это место начали стрелять россияне, и много людей погибло. Да, видели вы все эти кадры, все это понятно. Не, ну никакой телевизор никогда не заменит вот этого общения, когда ты напрямую, когда перед тобой, как вы говорите, сидит взрослый мужчина и плачет, реально понимая, что происходило, и прекрасно понимает, что опоздай он на какой-то короткий промежуток времени, и все. Не успел бы на автобусе, и что там было, непонятно в общем. Да, вот на сегодняшний день такая работа у профессора, заниматься волонтерской деятельностью, ездить по больницам, встречать, провожать людей, помогать. Это психологически очень тяжело. Но, коль скоро мы сегодня говорим о спорте. Спорт как-то помогает человеку выйти из этого внутреннего оцепенения, от напряжения своих эмоций. Вот как вы, вы с чего начинаете, собственно, свое утро, свой рабочий день? Спорт помог собраться в тот момент, когда необходимо было. Я думаю, что для всех будет понятно, что спорт дает какие-то свои, условно говоря, мобилизующие моменты. Ну и дает еще момент, вот в данном случае, когда смотришь час-два, телевизор, новости, новости, и всегда просыпался. Раньше мы просыпались, вся Украина просыпалась. Кличко выиграл, нет, все интересовались. Там могучих выиграла медаль на Олимпийских играх. Это такое было счастье. Сегодня счастье мы смотрим, может быть, немножко утрировано. Но я знаю, что на сегодняшний день 26 спортсменов в Днепроветровской области завоевали медали на самых крупных международных соревнованиях. И спорт дает возможность мобилизовать себя так, что выполнение работы идет в каком-то более щадящем режиме. Не каждый день, но минимум три раза в неделю я беру гантели, беру то, что есть, там, орбитрек у меня есть дома, есть велотренажер. Я пытаюсь снять нагрузку. В большей степени она эмоциональная, стрессовая нагрузка. Она снимается, в принципе, таким переключением на вид деятельности. А дальше опять то же, что сначала смотришь новости утром, проснулся, смотришь, если не было тревоги. Если она была, раза три, четыре, пять ты просыпаешься, перекладываешься, выходишь, занимаешь место там, где ты приготовил. И можешь немножко переждать вот этот нюанс тревога и отношение к этому моменту. А так, в принципе, надо переключаться. Вот всем говорю, что надо переключаться. Возможность, можно отжиматься, отжиматься. Возможность приседать, прыгать, что-то там делать еще такое. Именно физическая подготовка. Немножко снимается от стрессовой ситуации. Это однозначно. Ну вот, вы человек, который всю свою молодость, все свои молодые годы провели в тяжелой атлетике. Вы рекордсмен у нас, чемпион. Вы установили мировой рекорд, да? Да, это был. Да, вот. И я знаю, что у вас в университете есть замечательный зал тренажерный, где можно, так сказать, поиграть с железом, немножко психологически расслабиться, потому что, работая с металлом, ты как-то... Ну, мысли твои немножечко уходят в другую сторону. Ты больше сосредотачиваешься на поднятии того или иного веса. На сегодняшний день в ваш зал кто-то ходит? Есть у вас люди? Раньше было много, я знаю. Да, у нас, в принципе, когда мы проводили занятия с первого по четвертый курс, у нас занимались 1500 студентов. Сегодня это немножко другие цифры. Занимается, в принципе, занимается и в тренажерном зале, и в большом зале, где баскетбол проходит, и волейбол, все эти группы, и в зал, и художество гимнастики. Занимается небольшое количество студентов, то есть те, которые могут, приходят, занимаются. У нас интенсивность... Мы предлагаем, вернее, а интенсивность занятия не сами определяют. То есть есть определенный момент, звонят условно в 8-9 утра, мы хотим сегодня позаниматься. Мы эту запись сделали, и кто-то с преподавателей приходит, контролирует, помогает, дает советы, рекомендации и так далее. — Виктор Александрович, вот такой вопрос. Вот вы сейчас назвали наших спортсменов, которые на тех или иных соревнованиях завоевывают медали, там Ярослава Могучих, там, и другие. И тем не менее, вот на сегодняшний день встал очень остро вот этот диспут. Спорт, он вне политики или нет? То есть различные международные федерации различных видов спорта отказывают российским и белорусским спортсменам принимать участие в больших турнирах. Ваше отношение, насколько это справедливо или нет? — Вы знаете, есть такое выражение молчания к знаку согласия. Многие федерации приняли такое решение. Я за такое решение. Они не должны молчать, они должны что-то говорить хотя бы, говорить о том, что это не какая-то операция, условно говоря, а это война. Война с самого начала. Война длится 8 лет. Это очень печально для нашей страны. Раньше, помню, моя еще прабабушка говорила, когда там садились за стол, она говорит, все сказал, что вот, пожалуйста, кушайте. Главное, чтобы не было войны. Мы не придавали значения этой фразе. Сегодня эта фраза звучит... — Очень актуально. — Актуально, да. — Я тоже вырос под эту фразу. И я помню, даже всегда смеялся. Я говорю, бабуля, ну, о какой войне мы в мирное время живем? Она говорит, молчи, я знаю, что говорю. Да, а если посмотреть вот эту импровизацию, которая была устроена в Лужниках, вот эти ведущие российские спортсмены вышли, стояли и поддерживали своего главного идеолога. Значит, они точно так же за войну. И завтра, если они приедут на какой-то международный турнир, значит, что получается? Люди, которые поддерживают войну, они будут принимать участие в больших спортивных мероприятиях. А спорт — это прежде всего знаменитая фраза. О, спорт, ты мир. Ты мир. Вот это самое главное. Опять, может быть, это было когда-то давно сказано, но актуальность этой фразы, она остается и на сегодняшний день. То есть спорт — это проповедник мира. И даже во время, всегда испокон веков, пока были Олимпийские игры, скажем, все боевые действия всегда останавливались. И, простите. И вот я тоже глубоко убежден, что позиция вот этих международных всех федераций, она, в принципе, права. Не может так быть. Ты поддерживаешь войну и потом приезжаешь на какие-то соревнования. Хорошо, продолжим тему. Вот немножечко расскажите о тех людях, которые приезжают. Что они говорят? Что они рассказывают? Ну, знаете, это можно было говорить не 20 минут, не полчаса. Это, может быть, можно говорить очень много. Потому что харьковчане приехали, как харьковчане. Коллега моей младшей дочери попросилась приехать к нам пожить. Она уезжала, дочь. Мы пригласили ее. Они приехали, сейчас живут. Это коллега лет 30, маленький ребенок и муж. Плюс еще родители и женщины, и ее мужа. То есть такая большая семья. Ну, мне рассказывают, что они жили в доме, в который попала с одной стороны ракета. Ну, вы представляете, что там у них есть какой-то бизнес на рынке в Харькове. Наверное, попала тоже ракета, ну, там метров 100 от них. Ну, понимаете, люди перепуганы, люди понимают, что так просто это все не закончится и не уезжают с тех городов, которые подвержены именно нападению. У нас тоже все время обстреливают, все время держат, ну, так, плохое выражение, держат нас в тонусе. То есть ты не можешь расслабиться. Не можешь, всегда идет накопительный момент, отрицательный. Стресс отрицательный. Не можешь положительно что-то, знаете, для себя принять. Ну, находим момент, связанный тоже, вы правы, я повторюсь и вернусь сюда. Немножко надо заниматься собой, принять решение. Да, нагрузка серьезная, да, идет война. Много движений делаем разных всяких, которые раньше не сделали. Но необходимо заниматься собой. Заниматься спортом. Не надо спортом, не надо культурой. Себя немножко заставить. Только заставить, и вы поймете. Через неделю вы поймете, что без этого будет сложно. Через две недели вы будете заниматься. Закончится эта война, вы поймете, что вам необходимо заниматься. И поддерживать свой тонус, и поддерживать свои мышцы, и мозги, и все остальное, которое связано с жизнью. Да, спорт, во-первых, это здоровье. А здоровье, оно везде необходимо. Оно и в мирной жизни, и в военное время. Потому что вот я общался со своим коллегой Виктором Ажогиным, который сегодня находится на передовой. И он говорит, вот спорт, то, что я всю жизнь в спорте, спорт мне дает сегодня возможность, в отличие от других, не болеть. Вот это очень важный момент. Он важен как на передовой, так он важен и везде. И вообще везде. Я поэтому сторонник того, чтобы как бы тяжело не было, надо несколько минут хотя бы в своем графике уделить каким-то, пусть небольшим, спортивным занятиям. Пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут. Ну, во-первых, и дыхание, и общее настроение, и кровообмен, и все, 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 все. И это, в общем-то, пойдет положительно. А еще такой вопрос. Вот люди, которые, вы говорите, к вам приезжают в университет, остаются на несколько дней и потом уезжают. Куда, как правило, дальше направляются эти переселенцы? Дальше переселенцы отправляются то ли это западная Украина, то ли это где-то в Польшу, в Чехию. Много приняло. В Польше, по-моему, там около 2 миллионов наших переселенцев. Мой коллега уехал в Чехию, ну, он там сыр живет, работает, он уехал в Чехию. Дальше дочь младшая уехала, сейчас живет временно в Германии. То есть нюанс такой, что люди там, где могут принять. Ну, я могу и другое сказать, что, как говорится, снимая шляпу перед, в первую очередь, поляками и всеми европейцами, как они принимают наших людей. Это просто здорово. Я еще ни от кого не слышал каких-то негативных слов. Все только плюс, 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 плюс. То есть вот это открытые сердца, распахнутые ладони, все это в адрес наших украинских беженцев. И люди там очень помогают, и за это им большое спасибо. Какие планы у вас? Вот опять, как говорится, война войной, но мы продолжаем жить. Какие у вас ближайшие планы? Что вы намерены делать? Что у вас в программе своей? И личной программе, в университетской программе? Ну, личная программа. Как-то я хочу привести небольшой пример. Ну, условно говоря, зашел я в магазин в один, там стояли несколько человек, стояла бабушка лет 80. И покупала для посадки, покупала семена. И я подумал, что наша нация непобедимая. Ну, это в моменте, когда наши люди даже в войну, даже живут тем следующим днем, который будет. По университету. У нас создан Центр студенческого спорта. Он функционировал какое-то время, но началась война. Площадь спортивных сооружений университета имени Арфея Донобеля 1300 квадратных метров. Есть основной зал 700 метров, есть два дополнительных, есть в общежитии залы. И дальше восстановить все это. То есть восстановить, может быть, даже восстановить физическое воспитание в ВУЗе полностью. Потому что, смотря на подготовленность наших студентов, там первый курс, второй курс, ну, мягко выражаясь, хочется, чтобы это все было получше. Многие вещи, которые ты понимаешь, что, будучи ты, там, 40 лет назад или, там, 50 лет назад, ты делал то, что ты мог подтянуться 20 раз, это элементарно. Ты мог, там, прыгнуть на 2, 90, на 3 метра в длину с места. Сейчас это немножко проблематично. Но надо, что заниматься нашими молодыми людьми, начиная со дня рождения и заканчивая, условно говоря, лет в 70. То есть этот процесс беспрерывный и необходим. Человек должен понимать, что ты должен быть в форме. Твоя подготовность должна всегда пригодиться и стране, и тебе лично. Чтобы возникла вопрос сейчас войны. Я думаю, что это тоже показательный момент, что стоят те люди, которые и занимаются, и там же занимаются. Даже было несколько моментов сюжетов по не военным действиям, а раньше было когда-то. Были вопросы Донецка и Луганска. То все это было так. Люди, смотрю, занимаются. У них там и антели, и какие-то штанги, что-то еще. Они все время занимаются. То есть необходимо этим делом заниматься постоянно. Надо, ну, может быть, не к слову, не в теме. Надо любить себя. Любить себя, но для того, чтобы ты любил себя, намешка заставляет. Это большая работа для тебя. Любить себя – это значит сделать красивое тело, чтобы не было лишнего веса. Чтобы, если будет красивое тело, если ты будешь себя энергичным человеком чувствовать, то все у тебя тоже пойдет в гору, все будет хорошо. Я хочу еще привести пример. Много лет назад, еще будучи активно занимавшись спортом, спортсменом сборной команды Советского Союза, Украины, приезжаем мы в Болгарию, это 6 часов утра, София. И вот, когда поезд подъезжает, ты смотришь, ну, слева, справа как-то. И смотрю, не знаю, ну, сколько полей, большого тенниса, настольного тенниса, бадминтон, волейбол. И 6 часов утра. То есть взрослые люди и маленькие детки все занимаются. То есть все занято. 6 утра. 6 утра. Все занято. То есть это семейный вариант, что ты должен прийти, ребенка привезти и показать, что вот ты должен быть примером. Показать, что ты можешь отжаться, что ты можешь прыгнуть. Что ребенок должен быть в этом процессе все время задействован. Он должен понимать, что это тоже для тебя и для него тоже. Ну, это и самодисциплина, с одной стороны. И с другой стороны, тот же ребенок, он уже с утра пораньше выстраивает свой рабочий день. Как бы это ни казалось смешным для ребенка. Правильно? То есть он уже четко знает, что ему вечером нужно в определенное время ложиться спать, потому что утром ему надо встать. И в 6 утра он должен быть, скажем, на теннисном конкурсе. Ну, пусть не в 6, пусть. Да, какое-то время. Какая разница? Самое главное, что вот эта внутренняя дисциплина человека, она выстраивается. И спорт в этом графике, он имеет определенное свое место. Место зарядки, место оздоровления и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Как человек, который всю свою спортивную жизнь провел в тяжелой атлетике? У меня вопрос. Вы как-то поддерживаете контакты со своими друзьями, штангистами из других регионов? Украины? Какие-то новости от них? Как-то перезваниваетесь? У меня масса друзей, которые сейчас, мой хороший друг Валера Кузнеченко, он живет в Броварах. Тоже так, все-таки, когда начиналось, с семьей он уехал, жена поехала с одним сыном, он поехал с другим сыном. Но сегодня он возвратился, и мы созваниваемся. С тем же Савоном Александром мы там созванивали один раз, хотя он живет в Бердянске. Тоже ситуация такая неоднозначная. Много друзей, кстати, и в России много друзей. Когда позвонили мне, я звонил в Ленинград, возле Ленинграда живет мой товарищ, вместе учились, боксер, мастер спорта. Он говорит, да не может такого быть. То есть для людей это был шок. Нам вообще все перекрыли. Вообще никаких новостей. Я говорю, Андрей, мы с тобой знакомы 50 лет. Ты что, мне не веришь? Бомбят нас русские, сравнивают с землей города. То, что было вообще достопримечательностью ЮНЕСКО. Все это сравняли с землей. Ну, он молчит и говорит, ну что? Ну вот, в этом самое обидное. Хорошо. Я думаю, что мы с вами наш разговор еще продолжим. Потому что, к счастью, наш канал смотрит очень много людей. Отовсюду. И у нас всегда очень много самых разных гостей. И они очень тоже хотят попасть на Д1. Поделиться своим самым сокровенным, что у них есть. И еще у нас есть много спортсменов, тренеров, людей из мира спорта. Они тоже будут нашими гостями. А сегодня мне хочется сказать всем. Мои дорогие, берегите себя. Будьте, пожалуйста, здоровы. И самое главное, улыбайтесь. Улыбка вам всем очень идет. До новых встреч. Слава Украине! Героям слава! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...